Москва, Александровский сад. 55 лет назад здесь был торжественно перезахоронен прах павшего воина. В день неизвестного солдата Сергей Нарышкин возлагает цветы к вечному огню. От могивы неизвестного солдата участники церемонии переезжают в дом российского исторического общества. В стенах Рио собравшиеся открывают выставку, которая посвящена роли НКВД в Великой Отечественной войне. Известно, что задача организации разведывательно-диверсионной работы в тылу врага залагалась на 4-е управление НКВД, которым руководил известный кадровый разведчик Павел Судоплатов. Именно под его началом, летом 1941 года, была создана отдельная мотострелковая бригада особого назначения, которая формировалась из числа таких лучших бойцов-чекистов. Материалы по истории Омсбона, так сокращенно называлась эта особая бригада, бережно хранит музей Росгвардии. Именно они и легли в основу экспозиции в доме Рио. Среди экспонатов оружие, документы и боевые награды героев битвы за Москву, рисунки, письма, предметы полевого быта, военнослужащих. В витрине вы можете ознакомиться с личными вещами, наградным оружием, маузер, болс. В 45-м именно сводному батальону бойцов-дзержинцев при подготовке к параду победы было доверено право бросить знамена разбитых гитлеровских частей на мостовую у подножия мавзолея. Там же в доме Рио прошел круглый стол, приуроченный к 80-летию начала контрнаступления советских войск. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой был достигнут объединением сил всего советского народа. Память о подвиге панфиловцев объединяет сегодня народы России, Киргизии и Казахстана. С не меньшим уважением чтим мы память 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал уроженец Белоруссии, лихой кавалерист Лев Даватор. Уверен, что пока память о войне жива, никакая сила не разорвет братских связей между народами России и Белоруссии. Захват советской столицы наряду с Ленинградом и Киевом являлся главной целью плана Барбаросса. С обеих сторон в битве участвовали более 7 миллионов человек. Несмотря на планы Гитлера взять столицу не позднее начала осени, на подступах к Москве Красная Армия нанесла врагу тяжелое поражение. Московская оборонительная операция, ставшая прологом первого масштабного контрнаступления Красной Армии, высветила большую роль, большой вклад именно войск НКВД в оборонительных действиях советских вооруженных сил. Защитниками столицы в тяжелые дни 41-го стали тысячи добровольцев. Из них удалось сформировать 16 дивизий народного полчения общей численностью свыше 160 тысяч человек. Среди них были скульптор Евгений Вучетич и будущий писатель Василий Гроссман. Увековечение подвига является одним из приоритетов работы Мосгордумы. Более того, прямо сейчас идут съемки нового фильма о московском ополчении. Для меня, как потомка ополченца, этот фильм не просто фильм. Да, это моя сердечная, душевная, профессиональная работа. Мой дед погиб в первой дивизии народного ополчения. И вот совсем недавно мне удалось найти место его гибели. К сожалению, он не дожил до контрнаступления и погиб 7 октября в Смоленской области у деревни Глотовка, уже в составе 60-й стрелковой дивизии. Итоги московской битвы имели очень важное международно-политическое значение. План Блицкрига потерпел окончательный провал. В результате советского контрнаступления под Москвой произошло важнейшее событие. Впервые во Второй мировой войне доселе непобедимая немецко-фашистская армада была остановлена. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова